Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно вам видеть. Алло, вы меня видите? Я вижу вас в очках. Да, спасибо. В полосатой рубашке или там матросской. Да, я в постели сижу. Я рад вас видеть в лицо. Так, вы немного расскажите. Отступите маленько от экрана. Вот так. Скажите, кто вы, откуда и что вы? Меня зовут Асатур. Это по-русски Богдан. Я армянин сам. В общем, у меня ситуация какая? В общем, я в 95-м году покаялся. Так, минутку, обождите. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Игнатий Тихонович, вы сами как посчитаете нужным, это, ну, я по-личному к вам звоню. Вы как сами как посчитаете нужным, так и поступите. Хорошо. Значит, вы сами. Хорошо. Как вам Бог даст на сердце. Хорошо, все. Говорите, пожалуйста. Да. И, в общем, у меня ситуация какая? В общем, мы разговариваем как взрослые. То есть, с буква в букву, строго через Библию, по Слову Божьему. Вы еще немного назад отступите, а то у вас голова срезается. Вот так. Вот. Ага. Я сейчас другие очки оттену. Маленько так сделайте, чтобы видно было. Вот так. Вот так. Вот в этом положении. Назад опять. Вот так. Хорошо. В общем, я немножко расскажу о себе. Уделите, пожалуйста, ваше драгоценное время. В общем, я армянин. Родился в Баку. И с этими военными действиями пришлось, в общем, в статусе беженца оказаться в Крыму. Это в начале, в конце 80-х, в начале 90-х. Я... Алло, вы слышите меня? Я хорошо слышу вас. Спасибо. Я просто расскажу, а там уже, как вам сейчас Бог скажет, как положит на сердце, так и поступаем. Так, скажите, пожалуйста, сразу, сколько вам лет? Мне 50-й исполнилось 5-го числа, 5-го сентября. 50-й. Мне 77-й, чтобы мы в курсе дела были. Я уже, как бы, вот, недавно Бог мне, как бы, дал возможность, приобрел телефон. И вот эти вот все времена, я смотрю, в общем, как он показал мне. Я вчера через... Ну, в общем, я не могу соединяться, ничего. Ходил в клуб, в интернет-клуб, соединили меня. А вы на Ютубе, на нашем канале бываете? Я бываю, но вот сейчас у меня уже скаб соединился в телефон. Хорошо, говорите. Говорите, пожалуйста. В общем, у меня ситуация какая. В 93-м году, вот, Бог видит, Бог свидетель. В общем, меня оклеветали очень серьезно на 12 лет. Вы слышите меня? Я хорошо слышу. Спасибо. В итоге, в общем, в 95-м году я покаялся. И вот 8 лет мы несли служение. Лично на мне была ответственность, как, в общем, Богом данная. Суть в том, что на один год и 5 месяцев... Алло, вы слышите меня? Да. На один год и 5 месяцев меня освободили раньше. То есть в 2003 году, в августе месяце, 15 августа. В итоге у меня все пропало. Ни родных, никого. В общем, уже 10 лет, 11 лет я скитаюсь по этому свету. Не могу ровно выровняться в Боге. Потому что я, как видел, ваше неординарное учение, строго по Библию, то есть не касаясь никаких динаминаций. То есть, когда я пришел к Богу, я пришел сам на сам с Ним. То есть я Ему дал слово служить Ему, потому что передо мной было открыто место от Тимофея. Если вы будете неверны, я остаюсь верным, потому что себя отречить я не могу. Я сам себе, как человек, подумал, как это я неверный. В общем, я понял, что я как это неверный после покаяния. Повторите место Писания. Какое? От Тимофея. Первый или второй Тимофей. Есть там выражение такое. Если вы неверны, я остаюсь верным, потому что себя отречить я не могу. Ага. Да-да. То есть это именно... В общем, то, что меня оклеветали, и меня оно, в общем, кидало очень сильно. В том плане, что я... Ну, это уже как бы немножко тонкая тема. То есть как бы оно не по телефону. В итоге сейчас какая ситуация? Игнатий. Вы, хочу спросить, вы отбывали в тюрьме, в лагере, где? В Армении или в Азербайджане? Не, в Крыму. Вы здесь в этом, в Николаеве, в Украине. В плену. И вы там работали как? Немного хотя бы узнать. Ну да, там карьер, там гранит. Там карьер, там гранит. То есть вы были у азербайджанцев в плену? Нет. Я родился там. Я родился. И пришлось как беженцы выехать. У меня два брата до сих пор без вести. Отец и мать погибли. Так я не понял, вы в заключении были или где в эти годы? До 10 лет-то вас что осудили-то? За что? Ну я же говорю, оклеветали. То есть это было начало 90-х. Вы слышите меня? Я слышал, оклеветали-то в смысле, как приписали какое-то вам несуществующее преступление? Да, я убил человека. Ну я знаю, потому что я сидел несколько раз и я в пяти дни отбывал. Да. То есть это я не для того говорю, чтобы там. Я говорю так, как оно все произошло. Да, да. И в итоге меня сказали, так как у вас нет местной... Ну это как бы сугубо... Ну в общем, не телефонный. Сейчас суть сама в чем. Ладно, не надо так. Говори. Да, суть сама в чем? Суть сама в том, что я уже вот 10 лет, уже 11 лет как на свободе. Я один и небо, и никого нет из родных. Я это имею ввиду. То есть мой родной это Иисус Христос. В итоге я не могу выравниться в Боге. Потому что я, когда каялся, я не знал никаких динаминаций, ничего. Я каялся Иисусу Христу. То есть за меня вы, дай Бог, познакомимся ближе, вы поймете дальше больше. Просто я сейчас немножко волнуюсь. Для меня вот такая вот беседа, это на высшем уровне, немножко есть переживания. То есть я искал вас. Искал вас. И вот я сижу, вот, и вам в глаза смотрю. В общем, Игнатий Тихонович, мне очень сильно по душе ваше неординарное именно прямое учение. И в том, что у меня как, в общем, я попал в динаминацию сначала к бахтистам. Потом с переездом в Крым у харизматов был. Я там принял крещение. Там потом происходили такие вот, такие служения, как инкаутер. Может, слышали? Не знаю. Инкаутер. Ну, там с Америки пришло. В итоге, в общем, все ложь на лжи. И меня вот в прошлом году с этим переходом Крыма к России, у меня в Николаеве, хай Бог благословит, я хочу забыть об этом все. Пропало все. Но сейчас сама суть в чем? Я достойно, как говорится, как гражданин, стою на ногах, трудоспособный, все. Но этого мне мало. У меня не хватает слова. Я не могу выровняться в Боге. Я не могу правильно идти. Я не могу нормально идти. Касательно этих выходных дней. Воскресенье. У меня бывает такое, что я уже и не думаю за воскресенье, а думаю, как кусок хлеба заработать. Потому что за все мне надо, как бы, этому кесарю здесь на земле платить. Вот так вот. То есть я в суете, мне не хватает слова, мне не хватает. Мне не хватает, именно, мне не хватает того благословения, как говорится, в тело. То есть я принял лодное крещение в 2005 году после освобождения. Ну, вся церковь разбилась, вся рассосалась, как тарелка падает по маленькими кусочками. Там 5 человек, там 15 человек, там 30 человек, там 100 человек. А их было около тысячи. И теперь не знаю, суть моя в чем. Меня ничего не держит. Я знаю ваши правила. Я имею в виду правила не то, что ваши юрские, но это все связано и исходит через Библию. Одним словом, я хочу быть под послушанием. Само слово говорит. То есть я с вами сейчас разговариваю. Почему? Потому что я хочу прийти к свету. Вот так вот. Так, маленько еще назад отшатнитесь, прямо закрыта голова. Вот так. Не приближайтесь ближе. Вот так, держите. Я хочу прийти к свету. То есть мы как... То есть я сердечно... Мне за вас никто ничего не говорил. Бог мне открыл вас в телефоне. И я слушаю уже на протяжении двух дней, день в день, все ваши беседы, встречи, рассуждения. В общем, что Бог дает, что силы хватает. Не то, что силы хватает. Все я слушаю. То есть я сам в учреждении нес служение старшего брата. Там благодати было очень много. Очень много было. Там я с Богом был прямо вот так вот. То есть... Вот, да. После освобождения... В общем, построил дом. В итоге его уже и нету. В Николаеве. Или на Украине. Я остался с Крыму. Вот так вот. В общем, теперь я боюсь не выровняться. Вот так вот. То есть мне слова не хватает. Я днем и ночем в слове. То есть мне не хватает. Я боюсь опять влезть в эту суету. В общем, я не хочу попадать в суету. Все вот так вот. Я не знаю, как мне быть. Я Бога люблю. Я хочу идти за Ним. Я хочу отдаться полностью полноценно Ему. Пополам я не могу. Мне не получается. Не получается, потому что я захлебнулся с этой суетой в мире. За все мне надо платить. За квартиру плати. За то плати. За то плати. Так, смысл вашего выхода на меня разговора в чем заключается? Слышу, смысл моего выхода на вас. Смысл моего выхода на вас. Вам совет нужен? Мне нужен. Я просто... Сейчас я вам говорю, а вам как Бог говорит на сердце. Мне совет какой? Ну, в любом случае, я однозначно один. Если вам позволительно, чтобы я приехал, и вы взяли меня полностью под свое пастерство, или как там, чтобы я был под послушанием полным, и чтобы нес служение. Я женат и не был. Я хочу создать семью. Я хочу создать уют. Ну, как создать? Бог мне, вот, что мне говорят, сколько Бог дашь мне жизни и всего остального. Я трудяга. Я трудяга, в первую очередь, в Слове Божьем. Но у меня не получается Слову Божьему, чтобы я его направлял именно с работы и со всем остальным. Все, я захлебываюсь. А что у вас вот это написано? Трибуку маг. Ни фамилии, ни имени, ничего нет. Маг? А я не знаю, я немножко не понимаю во всем. Нет, вот он, это вот он. А, подождите. Подождите. А Сватур Закарян? Да, это мое имя, фамилия. А когда вы крестились, вам имя какое было дано? Вы крестились у кого? Баптистов? Нет, харизматы меня крестили. Ух, хох. В 2005 году. Видите, вы сразу только даже это принять. У нас изменений никакого нету, что мы никого из них за церковь не признаем. Какие бы они там ни были. Харизматы для нас это вообще бесноватые. Так, мы признаем церковь только то, где есть епископат от апостольских времен. Это католическая церковь, католики, старокатолики, православная церковь во всем мире, которых есть епископат. Третья, Григорино-Армянская апостоличная церковь, Григорино-Армянская. Дальше, Копская и Сирийцы. Все, пять. Больше церкви нету. Дальше замкнутый круг. А остальные все возникли, все по самохотению по-человеческому. Поэтому ни крещения вашего церковь признавать не может. А если вы в церкви, вот я был, где храм Христа Спасителя в Москве. И там 200-300 метров от него канал. Через канал, только и прямо рядом первый храм. Называется Никола на Берсеневке. Вы бы маленько записывали себе. Итак, записывайте. Я сейчас искренне извиняюсь. Я сейчас закончу, потом вы скажете. Никола на Берсеневке. Храм. Никола. Это около храма Христа Спасителя. Прямо рядом. Вот. Там игумен Кирилл Сахаров. Запишите. Игумен. Отец Кирилл Сахаров. Кирилл Сахаров. У него там армяне. Молодые ребята. Принимают крещение. Вот где вам надо побывать. Со мной переговариваются. Мы их знаем. У нас это абсолютно невозможно, чтобы дальше разговора не было. Неженатый, даже молодой, ничего не получится. У нас такая обстановка. Ты должен сам построиться, а один не построится. Завести живут от животноводства. Это невозможно одному. Абсолютно невозможно. Вот у нас приехал сейчас у меня племенник. Молодой парень. У него, ну сколько, я не знаю, там 30 лет не есть. Нет, нет, наверное, ему. И два ребенка у него. Так их шесть братьев. Шесть. Они приезжают, работают, помогают. И он уже заложил, где у него будет скотина. И фундамент под дома большой делает. Там средства вливаются. Один абсолютно невозможно. И это, ну зачем зря человеку обманные планы строить. Это невозможно. Вот к Кириллу, если вы поедете, и там поглянули как-то связаться, там зарядите в интернете, вы с молодыми этими армянами, ребятами поговорите. Как они там? Что? Вот от них может быть вам совет дельный. Вот, а от меня тут, я могу только сказать, что вы имеете. Вот, держите в себе любовь к Библии, любовь к Богу, что у вас есть. Вот армяне, которые там были, они принимают православие. Православие. Крестятся. И, ну тут я могу сказать, на кого? Отец Кирилл Сахаров. Других я не знаю. У нас это невозможно. Никак. Мы даже просто приехать посмотреть не разрешаем. Мы в степи, остановка одна ночью, дороги нету. Там невозможно ничего, никак. Вот мы уезжаем. Говорите. Ну а духовность я могу подкрепиться? Да, духовность вы можете быть на нашем сайте, на нашем форуме. У меня форум 1500 тем. Канал на ютубе, там 4 тысячи уже роликов. Вот. И на форуме вы можете задавать вопросы. Или мейл.ру. Игнатий Латкин. И в мейл.ру мой мир. Там у меня две странички. Хорошо. Одна, которая я просто в шапке. Вот на нее надо выходить. А где я с голубем, это контрольная идет, там модераторы делают. Хорошо. Ну у меня, ну теперь я сейчас в Симферополе, я вот с Божьей помощью получил гражданство. Все как положено, все это я добился с Божьей помощью. Теперь мне срываться тоже боюсь. Или мне здесь где-то закрепиться? Может в Крыму вы знаете, куда закрепиться? Вот слушайте, вот если я вам буду нужен, вы будете выходить. Выходить. Я вам разрешаю по скайпу зайти, допустим, раз в неделю. Примерно вот в это время. Вот как сегодня. Запомните, потому что дальше у меня времени нет. Я ухожу из дома и мы только что вернулись из деревни. Это у нас третий день, как мы здесь. Вот если у вас что-то где-то возникает, и хотели бы ближе быть в Симферополе, центральная библиотека. Там все мои 38 книг в библиотеке. Вы можете прийти и спросить книги, ну то есть они у них там еще целые. Игнатий Тихонович, найти вас, вашу литературу проблем не будет у меня. Но мне самое главное само общение, где мне быть под пастырством? Я бы вам посоветовал остаться там, где вы и есть. Хорошо. У вас уже какие-то связи. Главное, чтобы у вас было жилище и работа. И была церковь. Я вам, конечно, могу советовать только ходить в православную церковь Московской Патриархат. Московской. Больше никуда не ходите. И там все, батюшке, расскажите. Он рядом, посмотрит. А вы знаете, там такие нехорошие слухи идут за все вот это вот, то, что подрясаны. Я просто уже... Ну вы найдите, где хорошие. Не все такие священники-то. Не знаю, как мне быть. Я не знаю. Ну, я вам советую. Ну, а мы все хорошие. Мы сами по голову в землю уже вкопаны. И будем что-то искать. Он обладает благодатью отпускать грехи. Тем не менее, я перебью вас, пускай меня Бог простит. Тем не менее, вы трактуете слово буква в букву. И не отходите от него. Вы не боитесь слова. Потому что вы и Библию подстраиваете под себя. Вы сами идете под нее. Я хочу таких людей найти. Понимаете вы? Вы найдете. Где? Дайте мне. Давайте помолимся. Чтобы мой был единомышленник. Чтобы я мог не в прямом смысле отрубить эту руку. Чтобы я без этой руки был с Богом. Чем двумя руками где-то там, я не знаю где. Если я к вам обращаюсь, буду говорить о Сватур. Это правильно? Это мое полное имя. Это по-русски Богдан. На нашем Асват Сатур это Богом данный. Это я знаю. Богдан, значит, как бы. Так. Вот если у вас будут какие-то вопросы, трудно разрешимые. Я могу только вам подсказать, что правильно это вам дают там совет батюшки. Или неправильно. На основании слова Божия. Канонов. Святых отцов. Резко так не отрицайте. Пока не сверитесь, не спросите. Вот. На сайте вы увидите там все наши книги. Я начитал там Библию, Златоуста, Жития Святых. У вас другое будет все. Только хорошее, чтобы компьютер у вас был. Вы еще, я вижу, здоровый мужчина. Вы можете зарабатывать себе. Вот хотите, Асватур, быть благословенным у Бога? Запишите два момента, которые вам нужно сразу делать. Сразу. И навсегда. Первое. Никогда не проклинай евреев. Нет. Я прошу прощения. Видите? Да. Вот. 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 Запишите, запишите. Запишите, я вам скажу. Написано. Благословляйте семья Авраама. Никогда не слушайте тех, которые против евреев гонят, кажется, волну. Они... Проблема. Да, я сейчас закончу, Асватур. Какие бы они ни были, но у нас заповедь прямая. Мы должны помнить, что они от Авраама. Ты хочешь быть благословенным? Второе. Последнее. А между ними другие. Написано, что все отца и мать там. Но между... Последнее. Это Малахия, пророк говорит. Платите десятину. Десятую часть. Вот если вы не платите, проклятием прокляты. Библия говорит. Я это понял в первые дни. И меня Бог сохранил от этого. Поэтому я такой благословенный. У меня все благословенное. Абсолютное. Друзья и враги благословенные. Благословляю, благословит вас. Еще один такой вопрос. Десятину куда мне именно конкретно давать? Там, где вы будете причащаться. Когда примете крещение. Десятину. Мне самому надо принять крещение? А вы где крещены были? У харизматов. Это не крещение. Это церковь называется сквернение. Они не имеют права. Они не соблюдают церковные законы. Ничего нет. Поэтому пост и молитвы. Еще добавлю. Вы бороду больше никогда не трогайте, не бреете. Решительно я вам говорю. В следующий раз вы ко мне когда придете, чтобы были уже с бородой. Что, трудно? Не трудно. Немножко. Ну, в общем так, я вам сказал. Давайте. Не привычно. Без бородых у меня друзей нет. Это Бог так установил. Христос был с бородой, Моисей с бородой, пророки с бородой, апостолы все до одного с бородой. Святые отцы на иконах все с бородой. Нам кого искать-то? Зачем вы думаете? Это по стихии мира. Вы начните себя жать. Есть такое, Господь говорит, кто не отрекся самого себя и не взял крест. Тот не может следовать за мной, отвергнись себя, ты этому научен. Ты сейчас услышал, бритву долой сразу. Отруби и выбрось. И больше не прикасайся. Шнур один оставь себе. И ты увидишь, нужен я вам или не нужен. Я никогда не стал советоваться с плотью и кровью, говорит апостол Павел. Иначе кто угождает людям, не может быть рабом Христовым. Вы начните серьезно к этому. А не просто там я был, там был, там был. Нигде. Определенно, четко застолбите дорогу. Я православный хочу быть. Вот это с себя все это снять, только крест должен быть. Звезда Давида, вот эта вот, она под ней воссорится Антихрист. Так что будьте осторожны с этими знаками. Нет, это я сам его вдохновил. Тут рождение Иисуса Христа. Тут в середине крест и голубь. Нет, 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 нет. Но вы можете повесить пятиконечную звезду, знак сионизма. Это знак еврея. И он придет шестиконечной звездой. Шесть концов. Шеста шеста шесть. Я вам сейчас, я спорить никогда не спорю. Я свидетельствую, я священных не принял. Я больше не буду говорить на эту тему. Потому что, если я ответил, вы не приняли, мой ответ завтра, послезавтра всегда один и тот же. Он у меня выверен по Писанию. Знаков наших мы не видим, говорит Давид. Каких? Для нас христиан крест. Крест животворящий. На нем распят Христос. Слово о кресте для погибающих и уродства есть. 1 Коринфянам 1.18. О кресте, а не о знаке шестиконечном. Вы его просто снимите сегодня, положите где-нибудь там. А дальше уже Бог увидит, как вам сделать. И наденут вам крест восьмиконечный православный, когда батюшка крестит. Только что полное троекратное погружение. Найдите такого. Скажите, что я хочу быть православным. Если вы это принимаете, дальше разговор у нас пойдет уже легче. Я вам буду нужен. А если не так, я вам не нужен. Просто... Знаете, знаете, само суть в чем? Когда я покаялся, я потом уже начал узнавать, что есть какие-то динаминации. Но я действительно хочу быть христианином, достойно нести его имя. А вот по слову Божьему. То есть я на вас смотря, я принимаю вас, что вы с дезновением, без страха, безо всего. И вот недавно я слышал вашу дискуссию, что вы сказали, как бы вас ни называли, но под каблучником вас не назовет никто. Не назовет никто. Вы слышите меня? Да, хорошо слышу. Это именно так и есть. Да, ну вот это мне... Все, мы с вами будем иметь общение. Я сказал правило, бороду не брить. Начинайте, бороду не брить. Даша, вы можете, если нет, где жить, квартира, и пойти к священнику. Не узнавайте, какой он. Найдите старенького, чтобы ему больше 30 лет было. Побеседуйте, расскажите. Ну, прислушайтесь, посмотрите. Не выбирайте, что был чистый. Я вам маленький расскажу рассказ. Пришли, приехали люди и говорят, Владыка, у нас храм открывается, мы построили его, у нас священника, а не дайте нам священника. Он говорит, какого? Ну, чтобы умный был, ну и себя представительный был, чтобы был высокого роста, чтобы знал и любил свое дело. Вот нам такое нужно, то есть, чтобы плохой молвы о нем не было, а то такие попы подрясые у них такое узнают, там то голубые, то зеленые. И архиереи говорят, вот такого бы нам. Он говорит, хорошо. Зашел туда, выносит им фотографию. Вот, говорит, вам священник. Да как, где он? А нет, говорит, такого, он умер. Вот такой, вот вам я даю. Вы кого просите-то? Вы сами-то какие? Поэтому, если он не такой, с ним надо работать. И я скажу, что есть священники, я с ними беседовал, и они выходили перед народом, каялись и говорили, я не священник. Я только красовался перед вами. Я ничего не знаю. Я еще христианином не имею права быть. Но они менялись решительно. И я как бы слежу за их жизнью и вижу. И это в патриархии. У меня есть сколько священников, которые пришли из сектантов и стали священниками. Это лучшие священники, каких я знаю. Вот как. Но они, конечно, не могут говорить вот так открыто патриарху, потому что, ну, где-то как-то сглаживают. Мне дано другое. С первого дня. Я уверовал 27 сентября 62-го года. 23 года. И Бог мне положил на сердце. Исполняю тебя Духом Святым. Даю тебе рождение свыше. Водительство Духом моим. Иди и не бойся никого и говори. Поэтому я писал в ООН, генеральным секретарям партии, патриарху. Вижу, не так я говорю. Говорят, там нельзя ничего сделать. У нас лагерь был, лагерь смерти. Я не поехал никуда, когда меня освободили по указу Президиума Верховного Совета СССР. И дали капитана сопровождать меня. Этого не делают никому. Мне дали. Меня Московская КГБ держала. Я говорю, я поеду в Центральный комитет. Буду писать. Но сначала заведите к начальнику лагеря. В Бахаеву. Я был в Жанбуле, в Казахской ССР. Я ему расскажу, куда я еду. Я тайно ничего не делаю. Ни одной бумажки без моей подписи нет. Я открыто иду, иду на «вы». Но я ничего не ищу своего. И лагерь тот расформировали. Понимаете? Лагерь расформировали. А то говорили, ничего нельзя сделать. Можно сделать. Когда ты будешь молиться. Когда я начинал работать 50 лет назад, не знали нигде покрестить полное погружение. На священнике ладошкой по голове платить деньги. У них деньги, 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 деньги. Они страшно корыстолюбивые и трусливые. Главная болезнь государства – корысть и трусость. Трусость и корысть. И эта зараза церковь трижды больна. Но это церковь. Это корабль, который пираты захватили. Но я там нахожусь. Я моряк был. Я знаю, как работать с ними. У меня друзья армяне есть, немцы, киргизы. Каких только нету. Я их никуда не веду, а показываю. Вот священное писание, вот церковь Христова. Я обязан быть верным Богу. А остальное, что они меня поносят. Сейчас там священники, клевещут. Меня это не касается. Это они говорят, а не я. Я о них сказать не могу ничего. Почему? Мне некогда. Я занятый. У меня работа каждый день. Стынь надо темна. Слава Богу. Я осмелюсь перебить вас, Игнат Тихонович. Так вот, суть-то в том, что вот именно вам я могу исповедоваться. Я не могу. Я уже устал. Я не хочу сожалеть и о тех верующих, которые себя называют верующими. Так, Госфатур, давайте договоримся так. Вы выполняете, что я вам говорю. Первое, с чего вы начнете, помолитесь и уничтожьте бритву. Первое, не бойтесь, что я сказал. Потом вы поймете. Потом поймете. Григориан, первый Григорий, который армянин, он был с бородой. От кого ваша пошла церковь, где номинация-то? Не до номинации, а церковь пошла-то. Он был с бородой. И его, и его Григория, армянского, церковь православная посчитает как святого. Это 4 век. А православное-то приняли уже в 10-м. Насколько мы позже пришли. Я могу быть вам полезен только в том случае, если вы сначала пойдете к священнику. Так я боюсь. Приглядитесь где-то. Прыдите по всем храмам, маленько. Приглядитесь. Раз у вас уже такое мнение. Я скажу, священники хорошие есть. Священники. Но они связаны должностью. Если он будет делать правильно, его священники задушат свои же. Их Бог развал через апостола Павла лютые волки. Не щадящие стада. Говорят превратно, чтобы за собой влечь. Я не ищу учеников себе, Христу. Я к себе не зову. Мне не надо исповедоваться. Я не священник. Я чтец. Брат у меня протоиерея родной. Но беседовать мы можем. На ваши вопросы я буду отвечать. Отвечать буду. Вот этот ролик появится, допустим, полторы недели. Под ним я буду выставлять вам материалы. О крещении, о бороде, о церкви, о священстве. Вы этот ролик запомните. Я его так и назову. Асватур. Богдан. И вы под ним увидите комментарий на нашем видеоканале. Наш канал называется «Во свете Библии». Запишите. Да я знаю. Знаете. Во свете Библии открытым оком. Знаю, знаю. Все. Что еще у вас? Ничего. Обильных божьих благословений. Силы. Господи, благослови и помилуй. Господи, Господи. Все ваши труды, все ваши хозяйства, все ваши лагеря, всех ваших братьев, сестер. Спасибо, Христос, за доброе слово. Хорошо. Вы будете время. Будет у вас возможность вызывать, я буду рад вас. Нет, я не вызываю никого никогда. Я никому не звоню по телефону. У меня нет денег, ни рубля. У меня нет ничего. Абсолютно нет. У меня минимальная пенсия. У меня иногда приходят, которые нуждаются, я зову на получение пенсии. Ко мне ее кладут, пенсию, а они прямо у меня из сберкнижки люди берут и уходят. У меня ничего нету. Но у меня все есть. Есть, слава Богу. Почему Бог? Я до Бога доверился. И для меня как небо открыто. Священники меня не могут понять, как можно жить, не имея ни копейки. Можно. Можно? Можно? Можно. Есть, был такой профессор Марцинковский, Владимир Филимонович. И он говорил, когда его арестовали. Со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Так я же вам о чем я говорю. За 8 лет, сколько я был в вере, но я там больше 11 лет просидел. У меня столько там благодати было. Мы за кусочек нитки молились, просили. Я уже не говорю, за кусок хлеба вообще у нас разговор. Это 90-е годы. Там тяжелые года были. Голодовки были. Ну, столько людей по уходило. Как говорится, кто к Богу, кто как, зачем, почему. Ему столько благодати было. Чудеса на чудесах были. Столько деловало. Во мне было вообще 44 килограмма. Я плевритом приболел. Потому что я был в отказе. Меня с камерой вообще за 3 года у меня 700 суток. Камеры. Я не со знаки, я не могу понять, почему меня посадили. Я заболел плевритом, плеврит, левостороннюю плеврит, жидкостью. Они не выкачали мне. Во мне было 44 килограмма. Мне уже хотели ногами вперед пронести через неделю. Бог меня поставил на ноги. Привел обратно на зону. Начальник в зону пришел на меня смотреть. Я говорю, это не я, это Бог. И там такие чудеса были. Это 83-я Константиновка. Может, будут ребята. Они меня знают очень хорошо. Несли служение. Как бы все, такие чудеса происходили. Но я не могу вам передать это все словами. А после уже все. Уже у меня нет этого с ним, с Богом. Я молюсь, все как положено, уделяю время. Но вот молюсь, но голова на улице. Сейчас маршрутка опоздаю, потом то опоздаю, потом не успею то сделать, потом не успею оттуда сделать, потом надо прийти постираться. Так, Асватур, Асватур, вы пойдете в храм. И вы там календарик купите, когда посты. Посты православные, чтобы строго соблюдали. Посты. Без поста нет. Пост и молитва. Это оружие против сатаны. Другого оружия не дано. Пост и молитва. И обязательно наше крестное знамение. Вам это не трудно сделать? Справа налево? Нет, да, справа налево. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. И на плечо прямо туда дальше. Вот так и прижми. Это крест Христов. Крест. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Вы прямо сегодня выберите время, сходите в храм. У вас резко будет изменение. Вам попадутся навстречу люди. Я буду молиться о вас. И Господь усмотрит. И вы увидите плоды нашей встречи. В следующий раз, когда будет у вас сильное, что-то там накопятся вопросы. Зря не надо. Сначала напишите. Вы запишите. Напишите. И я тогда вам отвечу. Потому что у меня очень много встреч. И я сначала смотрю, когда я назначу и когда вы выйдете. Но для вас я постараюсь выбрать окно. Спасибо. Да, с Богом. Обильно Божьих благословений. Все, вы кричайте. Спасибо. Что-то не выключается. Алло. Асфатур, оно не выключилось у вас? Оно не выключилось. Да, Тихоныч. Выключайте. Я отключусь. У вас не выключилось. Выключилось. Выключите. Выключите. Нет, не выключилось. Оно все еще работает. А мне выключить, да? Да, вы выключите. Вы. Всегда выключаете вы. Он попросился у друзей. А? У друзей попросился. В скайпе. Угу. Все. Так он как пошел? Звонок-то пошел от него. Как? Вообще звонок-то и не мог от него быть до этого. Почему? А как? А почему не мог? Не может он звонить.